всем доброго времени суток уважаемые зрители наступило определенное время когда мы здесь мы приехали просто отдохнуть у нас выбралось время ну и хотим вам показать уже имея какой-то небольшой совсем минимальный опыт эксплуатации данной аляски 520 как мы чуть-чуть с ней поработали чего сделали чего не сделали чего хотели чего не хотели и думаем причем спуститься на воду хотим вам показать один момент сейчас мы копить компетентные собеседники эксперт вам все расскажет показывать в первую очередь мы поставили на прицеп потому что попробовали потаскали свернуть развернуть вспомнила что у меня есть прицепы выгрузили на прицеп и сейчас возим ее на прицепе моменте мы эксплуатируем добавили немного высоты на транс и приподняли мотор буквально на 6 сантиметров этот этот брусок у нас 6 сантиметров да да это 6 сантиметров мы нарезали несколько но остановились вот на 6 сантиметров в принципе вам но идет нормально без прохватов тоже зависит от загрузки либо ну если вот как нужно punto идет нормально если оно легенькая нас чуть-чуть прохват есть или кстати бывает и загрузка прохватывают если в основном весь груз загружен на носовую часть и получается как бы загружена на нашу носовая часть и к середине а сзади вдвоем то есть вот так вот ну не моли как и у лодка то станали как винтовой мотор погрузить в тоннеле методом проб и ошибок у нас получилось что нижнее перо и наверное чуть-чуть и нижняя лопасть торчит ниже баллонов ну давайте мы сейчас покажем зрителям вот это кавитационная плита она у нас получается выше тоннеля вот уходит давайте вот так одна коленки встану я думаю будет видно уважаемым зрителям и таким вот образом как бы мы подняли винт в сам тоннель чтобы увеличить как бы проходимость понятно что нужен как бы сказать туда где куда лезть и нужен водомет ну нам туда не надо да но все все таки жизни это добавляет жизни это добавляет да как бы сказать учесть что сам транец у них изначально при приподнят он не 380 как но 420 мы еще добавили грубо получилось 10 сантиметров да 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 надо учесть что когда мы с этим столкнулась и у аляски сам по себе транец он уже повыше от нижних как бы сказать только точек баллона дна да если считать что вот это нижняя . как бы соприкосновения с водой да то сам транец не такой уж и высокий чем вот лодки нд ндл мы еще подняли на 6 сантиметров дима вот придумал такую конструкцию и получилось у нас гавитационная плита выше тоннеля если так вот положить даже вот прям под эти вот болты ну а если сбоку сейчас мы попробуем посмотреть нижнюю часть лопасти насколько ниже она будет на нет поставка так это сейчас просто с этой стороны зайду так вот сравнить ну да получается если так взять то наверно как раз получается ниже дна нижней точки баллона получается вся лопасть вот как бы выше не хотелось его задрать да выше уже все не можем так что если у кого будут такие лодочки да и кто захочет как бы подобные вещи сделать увеличить проходимость то в принципе на 5 сантиметров можете смело поднимать у нас на 6 сантиметров и получается ниже дна как раз вот у нас вот торчит мы видим вот этого часть лопасть как раз по вал вот так вот вот это получается расстояние что у нас торчит уважаемые зрители ниже дна на сантиметров 15 наверное всего ниже дна это неплохо также вот примерно пока по такой вот конструкции мы сделали вот такое крепление для датчика холота мы синие изолента мы электрики синие изолента примотали провода до сделан такая трубка отвесла под уключенную фиксатор здесь я просто вы такой вы просверлили вставили проволоку чтобы не отгибала снизу такой вот не знаю как снять до карман сбоку смотрится мы все это выставили чтобы ровно было так как сейчас стоит еще вот так вот да когда лодка проседит будет ровно как бы в горизонте да то и со всеми учетами наших маневров мы сделали вот так за одного часа ты видишь что вот на одну лопасть у нас вот торчит перо и лопасть у нас торчит да да все работает внутри у лодки нам компания стив ривер под заказ вырезал ослань но там еще с лодку спустим и вам покажем видно что у тут уже грязная мы уже все попробовали на покатались по рыбачили для двоих это катер я скажу для твоих места мало уже мало до после четыреста двадцатой поля сочки конечно мало ну да если еще с отрядом на дути мне ты знаешь ты знаешь да на 420 он начали на 460 много помнишь мы там прошлом году исполнили нам все нравилось сейчас их рядом поставили как это будет наверное и вот и как-то доставал на дуну елки-палки что это за байдарка да так ну чё будем спускать скидываться черт давая достану я уже приготовился снял в кроссовки мы с димой приехали с ночевой чисто отдохнуть хорошая погода почему бы и нет стоп-стоп-стоп да да прямо перед морля водится чтоб стол удобно стоял а если чего вот крайняя удочка вот этих карпятников будет наша да корчу клевать будет мы не первой будет короче слышали зрители мы зима уже подсекли так как мы не карпятники сейчас они тут удочки поставят короче эти со занятники как будет клевать эти крайние две мы прихватим на подсечку чтобы нам на жереху если чё то вот то Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Здесь вот видите вот такие вот лапочки есть Вот Тоже все с нержавеем Двойной тент Или как он правильно вот это вот сделан из двух слоев Ну это уже не Оксфорд материал Это не Оксфорд Да, такая хбшка плотная Очень плотная Ну Дим продемонстрируй зрителям С весом 105 кг Ну ладно, сниму тапочки 104 с половиной 104 Рост во мне 175 Метр 75 То есть человек по-моему метр девяносто Это по-моему 2,10 или 2 с чем-то Уже точно не помню Отлично, она лежится, она прямо вот я чувствую, что Она меня держит Не проваливаешься комфортно, да? Да, что я не провалюсь Ну и спать уже комфортно У меня уже на коврике не хочется спать Это точно Ну давайте покажем Я еще завалюсь, давай вдвоем Ну давай Вдвоем ты стой, я с этой стороны Я еще 105 добавлю Давай ноги поднимем Попрыгаем, вот видите, зрители Вот нас уже здесь 210 кг Трещит как барабан, слышите? Не трещит, а стучит И безо всяких этих Да, она держит Держит нормально Даже вдвоем вот так вот посидеть у бережка Вот, кстати, очень удобно сидеть Не заметил Ловить карасей Да, ловить там какую-то рыбу Просто так отсели с дружком вдвоем Стольчик поставили там Закинули удочки Приятно провести время Я бы, наверное, лучше женщину пригласил На складушку Тоже вариант И сразу же ее проверили И сразу бы ее проверили по полной программе Ну, а как это будет Мы вам не расскажем, конечно Стольчик, кстати, тоже очень хороший Он, во-первых, высокий Удобно, да? Да, удобно Сидеть на нем, в принципе, такая банка хорошая Мне плотно И попа не проваливается Сидишь хорошо на нем Неплохо, да? Да, неплохо Ну, скажем так Вот все вещи, которые мы видели У данной компании Сиптермо Все сделано очень на совесть, качественно И на самом деле цена этой раскладушки По отношению к другим Она небольшая Что-то там 4600 или 4700 Я точно не помню Я не готовился по ценам Там и по размерам в данном видео Но она оптимальная Да По цене и качеству она оптимальная Да Я бы сказал на сегодняшний день На нашем рынке, да? В России, да? Вот соотношение цена-качество Вот мы выбирали целую зиму Кубаторили, смотрели Мне кажется, это лучший продукт Который мы нашли и купили Скажут, вес у нее Ну, мы особо не лимитированы Да, если понятно, что идти на себе тащите У нас есть на чем везти Есть на чем ехать У нас Аляска тонна Аляска тонна, да У нас джип с кунгом, как бы сказать От этого мы сильно не напрягаемся Зато максимальный комфорт Ну вот, уважаемые зрители Оставляйте комментарии Будет разыгрываться вот этот стульчик Вот Пишите, что вы об этом думаете Мы обязательно разыграем Отправка в любую точку мира За ваш счет Ну, а мы с Димой будем двигаться дальше Все включено Да, вот, уважаемые зрители Решили мы вам Показать Как идет лодка С какой скоростью Вдвоем Сколько в якоре? Килограмм двадцать? Тридцать? Да нет, наверное двадцать Килограмм двадцать, да Ну, еще там Бензобак Еще тоже двадцать Мы с Димой там По сто пять Ну, тут ящик еще Инструментальный Килограмм десять Лодка пустая, можно сказать Пустая, да Винт у нас какой-то Дима шаг десять Доставил Сузук Тридцать четыре Такта Винт Шаг десять Винт не оригинальный Китайский, да Потому что Многие говорят Что, ну, действительно Влияет Оригинальный Не оригинальный Ну и сейчас Нам, я думаю Видно вам Картинку На приборе На дпс Мы сейчас Покажем скорость И мы с Димой Говорили, что У нас как бы это Поднят транец На шесть сантиметров Вот И мы сейчас Покажем Как она идет С какой скоростью С поднятым транцем И Мы покажем Что нет никаких Прохватов Ничего Ну, сейчас покажем Как мы поперек Реки 38,7 Вот 39,9 40 Ну вот 40 где Вот 40 км Это, по сути дела Поперек течения Поперек течения Видимо В берег идем 40 49 41 То есть это мы вам Показали 41 В час 41 км в час Это, как бы сказать Мы провели Поперек реки Чтобы Не плыть против Или вниз течения То есть как бы Как в стоячей воде Ну, сравнил Какая-то угловая Скорость течения Влия Ну, есть чуть-чуть Небольшой проклад сейчас был Это волна А, волна, да Ну, вроде в течении 36 То есть видим, что Горка идет Никаких прохватов Нету Что, покажем зрителям Всех волнующих Волнующий вопрос, да Все спиннингисты Которые здесь окидают Ловят верхогляны, да Мы можем им Показать Картинку Как это выглядит Вот глубина 7 метров В данный момент Имеем Ровное дно Даже небольшие барханы Имеются Справа Да В даунскане Мы в вертикальном луче Сейчас даже рыбы Здесь и не видим никакой Небольшой подъем Ну, слева, по-моему Какая-то рыбешка Возможно Какая-то рыбка Есть Строительный мусор Ну, вот Какая-то рыбка Есть Стоит Маленькая По идее Тищник Под Буком Под Буком Вот она Своя Рисуется Структура Структура Вот она Отрисовывается Свая Вот ее конец Закругляется Все очень как бы Хорошо прослеживается Как в ванной Просто так Но И вот Здесь уже Выход на бровку Пошел Вот Вот Тищник Но 13 20 30 30 30 30 30 14 сейчас мы с димой для интереса замерим скорость сравним что у нас показывает эхолот и что покажет ну да и ну просто и сколько у димы покажет gps garmin и тоже gps на лорике для интереса то есть мы видели если идти как бы поперек реки до чтобы не было ни верхний низ по течению он там разгонялся там до 40 до 40 и 9 или 48 километров в час винт шагом 10 транец поднят на 6 сантиметров дадим все верно принципе мне кажется если бы он был висел бы как бы поглубже ну без этого без без поднятия транса мне кажется скорость могла бы быть наверное и повыше да все-таки иногда бывает чуть-чуть да 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 как воздух в тоннель заходит нет ну идет уверенно идет уверенно в принципе нормально когда лодочка еще погруженная сколько можно полтонна на нее уже грузили железно-бетон даже больше наверно то есть полтонна он спокойно везет 45 до поражена камера 45 есть уже 45 до 45 и 2 45 и 5 ну скажем вниз идет 45 километров отлично отлично да о рыбинок стая рыб нифига смотри-ка вот это мы с тобой зарисовали смотри какая стая огромнейшая рыб уважаемые зрители а это не сетка ли да нет какая сетка это рыбы смотри мы прошли поперек и увидели на свале стоящую стаю рыб это не корж рыба 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 давай пустая рыб обозначим сохранить заебали надо почистить флешку вот она феноменальная стая рыб вот мы ее разрезали так и так прошли сейчас мы посмотрим в дпс а а вот мы смотрим от нее недалеко и ушли вот она за нами за нами слышь она где-то вот стоит эта стая я смотри день сейчас зайдем на них Сейчас мы, зрители, зайдем Прямо на эту стаю рыб и посмотрим Относительно, где она вообще держится Ну вот мы Вот эта стая рыб Смотри, вот прямо под нами Вот здесь, короче, что-то Их привлекает Что их здесь привлекает Непонятно, но стоит феноменальная стая рыб И стоит на таком течении И мне кажется, что это, скорее всего Может быть, стая верхогляда Потому что я думаю, навряд ли на таком течении На такой глубине Будет стоять там Лещ там, или Сазан, или не знаю кто там Толстолоб там Надо проверять Сейчас мы еще раз пройдемся То есть уже более точно Как бы сказать, с расчетом на это все Посмотрим Вот, смотри, вот они Мы над ними крутились Вот размазанные остатки Остались эти рыбы Видишь, что же там мы сейчас Вот они Сейчас мы сделаем нормальный круг На отрисовку И еще тут стая какая-то Рыбин хороших Вон, смотри Они даже отражаются Видишь Вон Это корчей Не-не-не Это рыбы Вот эта стайка Сейчас вот мы пойдем посмотрим Вот они в этих корчак Тут вот и пасутся Рыбины Тени от них Вон, смотри Это рыбы, рыбы Вот тени от них падают И рыбы большие В этих корчак Смотри Раз, два, три Четыре, пять, шесть С тенью Ну, шесть хороших рыбин Стоит Очень-очень даже четко В этих корчак Осталась совсем фигня Как им туда Подать Подать Да Мы видим Это знаешь Как это Видит то Когда зуб не имет В этом Весе прикол Амура Попробуем 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 Вот так Вот Дима Смотри Опять это Рыбки Видим рельеф Такой Вот они В этих корчак Стоят рыбка Вот они Раз, два, три Четыре, пять Шесть, семь И рыбы достаточно большие А о чем Вся эта ботва Вот они Вот эти рыбы Ну вот Уважаемые зрители Мы С Димой Достигли Какого-то Определенного Если это можно сказать Успеха Дима Ай-яй-яй-яй-яй Ловит на джиг А Я ловю на воблер В пасте у верхогляда Сейчас находится Воблер и тума Называется Неон Спиннинг бустер До сорока грамм Поймал я его Твичингом Кидал под кусты А Дима Ловит джигом То есть вот На данный момент Мы видим Вот такого вот Красавца То есть Вот я Диме даю Липгрип Топить его не надо Можешь к этому То есть видишь Что продумано Ой хорошо Он такой тянет Приятненько Отрабатывает Спиннинг Да Я подвожу ему Диме Опа как Интересно Девки пляшут Ооо видишь Так бы ты проебал Бо его уже Я как же Пальчу его грудим Отпускай Не 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 надо Поднимай его А ты хорошо Да Ну сколько Это Особ Может весить Двушечка Трешечка Ну взвешиваем Давай Для интереса Так 2 2 2 2 2 70 Ну 2 и 8 2 и 7 То есть Почти Трешка Держи Это шарабан Трешечный Пойдет Кстати да Давай вот так Отснимемся А потом фотку На заставку Ну вот уважаемые зрители Наш результат 2 килограмма 800 грамм Мы поняли Я тоже это понял Ты тоже это понял Да Тоже это понял Да Воблер и Тума Не он Главное название Такое не он Не он Не он Не тот который Ловит Блоков бустер То есть там 10-40 Удачно можно Накидывать Вот таким вот Образом Под кустиком Где они стоят И делать Такую медленную Ленивую проводку С твичингом И мы видим Клюют Такие вот Трешечные Верхогляда Вот очередная Поклевка Мы Просекли Систему Они стоят Вот там Прям в кустах Под берегом И хулиганят Чавкают малька От этого Накидывая Воблер Прям туда В кусты Правда Есть зацепы Нам вот эти Воблеры Как и Тума Неон И Блэкхол Бустер Начали приносить Определенные Результаты Вот Дима Мне Поассистирует Ну Вот этот Такой Поменьше Машка Кстати У них Выход Пошел Начали Бить Там В кустах Заглубление Заглубление Там Сколько Метр Да Заглубление Метр Метр 14 Грамм Вот Такого Натурального Цвета И Такие Хорошие Поклевки Я Давно Не ловил Верхогляда Уже И вот Мы сейчас С Димой Начинаем Чуть-чуть Пробовать Поехали Просто Отдохнуть Правильно Да Джик Нет Да Джик Мы еще Тоже Попробуем Мы вот Нашли Просто Эту Стаю Рыб И Видно Он как В кустах Там Гоняет Там Вообще Здоровый Стоит То ли Желтощек То ли Верхогляд Я вот Туда Даже Просто Страшно Кинуть Вот В тот Район Блянь Где он Там Охоту И все Тут Чавкают И Не нужно Быстро Тащить Никаких Активных Рывков Все Вот Так Вот Очень Вяло Рыба Не Активная На самом Деле Хотя Он там Что-то И плещется Но Берет Прям Намедленное На все Начинаешь Быстро Проводить Дергать Никаких Поклевок Не происходит Нужно Вот Шорт Просто Само Так Болтается И он Может Схватить Просто Напросто Вот Вышла Поохотиться Стайка Верхоглядов И Видно Как Ихние Хребты Здесь Торчат Кидаем Ваблерков Ему И Он Конечно От них Не Отказывается Однозначно Вот Этот Уже Такой Поприличный Экземпляр Ох Какой Ой Какой Красавец Вот Можно Видеть Как Отрабатывает Бустер До 40 Грамм Ой Ой Хорошо Хорош Хорош Ой Молодец Молодец Ну Давай Давай Ох Он его Упаковал Хорошо Упаковал Видно Что Вот Они Очень Жарно Кидают Но Проводку Нужно Делать Очень Медленную Аккуратную Рыба На самом Деле Не Активна Как Кажется И Нет Никакого Боя Обычно Когда Рыба Активная Здесь Вся Вода Кипит Плюх Плюх Тут Все Шевелится Но Сейчас Не Активная И Соблазняем Их На Воблеры С Очень Медленной Проводкой Вот Очередной Шарабан Плавает Мы В этом Году Вообще Еще Не Ловили Верхоглядов Димоном Фига Он Поканул Блин Козел У меня Все Очки В Брызгах Всего Меня Окатил Ну Ты Зачем Так Жадно Его Занырнул Всосал Так Зачем Друг Не надо Так О Японцы Делают Очень херовые Липгриппы Видите У меня уже Второй С него Выскакивает Второй Раз Липгриппа А какой-то Японский Липгрипп Стоит он Дорого Но Видим Как-то Он Не Зажимает Значит Надо Пробовать За нижнюю Губу Вот За эту Вот Ну Тут Такой Наверное Килограмма Два Как нам Теперь Тебя Достать Дружище И спасти Воблер Мы видим Очередная Поклевка Очередной Рыбины Опять На Воблер Вот он Рыб И По сути Дело Ни одной Заброс У меня Не пропускает Дима Ловит Пытается На другие Воблера Но Я на Неон Как заброс Есть Как заброс Есть У меня Практически Либо Удар Промах Либо Рыба У меня По сути Дело С каждого Заброса Получаются Поклевки В данной Местности Вот Красавчик Воблер Неон Ой Наконец-то Он ушел Слава богу Смотри Он уже Измучился Кверпузом Плывет Устал Бедолага Ну Оживай Посидел На воблере И уходить Не может Уже Все Вон Его Понесло Отцепился С воблера И его Понесло Кверху Пузом В этом Есть Особенность Нашего Верхогляда Все Очухал Все Ушел Он отдает На атаке Всю свою силу Вот эти Вот тычки Такие у него Резкие Вот очередная Поклевка Очередной Рыбы На ней Он Хватает Рыбка Ой Ой Вот он Красавчик Красавчик Куда-то у меня В датчик Ахолота Полез Дима Тоже Смотрел Смотрел И тоже Нашел Такой же Воблер Итумовский Только Акрас Другой Получается Суспендер Он подвисает У тебя Долгой Да Да На долгой Паузе Суспендер Он как бы Долгую паузу Делаешь Они Их начинают Подхватывать Фу Я уже Что-то Их Уже Поду Это Подунул Дергать Короче Уже Ну Подустал Скажем так Клюют Очень хорошо Жадно Их тут Конечно Можно ловить Я знаю Можно стоять Сколько стоять Столько стаи Будут Подходить И будут Ловиться Вот Летит Ну хорошо Хорошо Да Летит Сейчас У меня Наверное Батарейка Сядет Надо Батарейку Менять Ох ты Вот Такой Красавчик Опять Глаз Блин Травмирован Да Воблеры Наносят Большой урон Рыбе И отпускать Его По сути дела Это На смерть Предложу Диме Еще один Шарабан Очередная Поклевка У Димы Сейчас тоже были поклевки Сходы Дима работает На воблер У меня тут тоже Поклевка Небольшого Верхоглядика Сейчас посмотрим На какой степени Он Травмирован Попробовать Его Отпустить Фух ты Ушел С воблером Неприятная Ситуация Ну Оборвал У меня Видно Шнур Был Пальгрызен Короче Я взял За тройник Вывернул Остался Этот Сломался Кручок И Оборвал Шнур Хотя рыба Небольшая Видно Уставший Был Шнур Жалко Конечно Я его и так Хотел Отпустить От этого Гриппом Его не поднимал Чтоб Челюсть Ему не ломать Хотел Его снять В воде Чтобы он Выжил Но Получилось Как всегда Вот Получилось Жалко Рыба Воблера Не жалко Жалко Рыба Продолжается У нас С Димоном Рыбалка Дима Достает Уже Самые Супер Секретные Приманки Я Поставил Новый Воблер Ютумовский И Мы видим Результат У нас Тоже Пришел К нам Клюет Вот такой Верхоглядик Вот Начался Вот такой Дождик Мы с Димой Маленько Подмокли Прилетели Сейчас Он уже Подослаб Но Так Ого Ого Дождик Поливает Прогнал У нас Хорошо Порыбачили С нами Были Спиннинги Блэкхолл Саботаж Бустер Приманки Воблеры И Тума Вот Открыли Для себя Неон Да Открыли Для себя Неон Если Да Если Кто Кто Смотрит То Неоном И Амиго Мы не рыбачили Никогда Щуки У нас Это Воблеры Тичинговые Щучьи Воблеры Их надо Дергать Да Ну Тут Что-то Взяли Попробовали Да И Начал Клевать Верхогляд Оказывается Очень Любит Мы Пробовали Другие Тоже Типы Воблеров Но Что-то Как-то Дима Пробовал Не Срослось Вот Рабочий Воблер Да Остановились На Неоне Да На Неоде 110 Лучше Работал 110 СП Самый Такой Размер Оказался Для Верхогляда Вот Суспенди Зависает Получается Что у нас Зависает Водим Загоняем Примерно На метр И паузу Водя Зависает Да Он Зависает Его Еще Несет Течением Он Видно Как-то Там Движется Да И он В это Время Хватает Хотя Рыба Явно Неактивная И Рыбалка В Амурской Протоке В данный Момент Последнее Время Все На нее Жалуются Что Все Не Очень Трудовая Нам Видно Как-то Вкатило Перед Дождиком Потом Был Ливень Мы В палатке Отсиделись Сейчас Вечерком Мы Выехали Дождик Еще Был Долго Не Стали Стоять Слом Давление Смотрю Выхода Верхогляда Нет Он Не Выходит На Кормежку Не Поднимается Начали Пробовать Джиг Корчей Море Мы Много Джига Утопили С Джигом В данных Местах По холоду Видно Рыба Да Вот Она Стоит Мы Понимаем И С 1 Они Поднимаются И Начинают Кормиться В это Время Мы На Воблер И Нахватываем С 1 То есть Много Приманок Обрываем Поэтому Перешли На Воблер Потому Что Корчи Много Потерь Приманок Да Много Оторвали Да Много Оторвали Как бы От этого Перешли На Воблер И Были Моменты Когда Со дна Этот Косяк Верхоглядов Поднимался На Верх Малька Кормится В это Время Мы Его Воблер Перехватывали Вот Да В целом Также У нас И Обкатывается Лодка Обкатывается Мотор Как Это Все Работает Вот Мы Подняли На 6 Сантиметров Транец Вы Уважаемые Зрители Видели Все Идет Нас Вполне Устраивает Мы Уже И грузили Наверное Полтонны Больше Все Идет Без Проблем Также Мы В пятером Гоняли Скоро 40 Километров Данная Лодка Даже В пятером И В принципе Поддерживать От нагрузки Не сильно Меняется Скорость На самом Деле Конечно Будет Предельная Нагрузка Думаю Хотелось Бы Ее Попробовать Нагрузить До Тонны И Посмотреть Думаю Нам Предоставится Это Возможность Осенью Да Да Осенью Верховье К нам Традиционно Приедут Гости На рыбалку Поедем И Я думаю Вы посмотрите Эти фильмы Когда все Эти лодки Будут Загружаться В пределе Как бы сказать Там уже Будет Что посмотреть Ну вот Уважаемые Зрители Всем Кому Понравилось Ставьте Палец Вверх Подписывайтесь На мой канал Делитесь Видео С друзьями До свидания До новых встреч Пока Субтитры